Здравствуйте! В эфире программа «Навстречу» и сегодня мы с вами поговорим про демографическую ситуацию в регионе. У нас в гостях Евгения Гольцова, декан социального факультета Института социальных наук Иркутского государственного университета. Евгения Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! По традиции нашей программы предлагаю начать с небольшого блиц-опроса. Сова или жаворонок? Сова. Чай или кофе? Чай. Активный или спокойный отдых? Активный. Прогулка или книга? Книга. Учить или учиться? Учиться. Учиться, несмотря на то, что вы сами преподаватель. Да. Сегодня мы с вами поговорим про демографическую ситуацию. Расскажите, какая она в регионе? Сразу такой вдох печальный. Я прошу прощения, да, но без духа, наверное, нельзя. На самом деле она невеселая, эта самая ситуация. И ухудшается она у нас уже давно. И в последние годы она стала как-то все более ухудшаться. В одно время был такой небольшой обнадеживающий период. Это примерно с 2010 по 2012 годы, когда численность населения нашего региона превысила 2 миллиона 400 тысяч человек. Сейчас мы знаем, у нас уже 2 миллиона 500 с чем-то. То есть почти 50 тысяч у нас убавилось за примерно 10 лет. Это, конечно, нехорошая тенденция. И связана она с двумя причинами. С тем, что а. Рождаемость ниже смертности. И это ведет к естественной убыли. Так называемой естественной убыли. Мне очень не нравится этот термин. Это демографический такой термин. Естественная убыль населения, которая представляет разницу между рождаемостью и смертностью. И если рождаемость выше, чем смертность, тогда естественная прибыль происходит. То есть прирост населения. А когда рождаемость ниже смертности, происходит так называемая естественная убыль. Хотя понятно, да, здравомыслящему человеку, что ничего там естественного нет. Люди должны жить дольше, умирать меньше, ну и так далее. И вот эта ситуация, она у нас в последние годы сохраняется, к сожалению. Здесь еще ковид очень серьезно подпортил ее. И поэтому у нас рождаемость значительно ниже, чем смертность. и мы убываем. А с чем был связан рост в 2010-2012 годах? Ну, этот рост, он начался немножко раньше. Он был связан с введением материнского капитала, во-первых, который у нас после 2007 года был введен. И как-то немножко поактивнее люди начали рожать. Но еще он был связан с тем, что в активный репродуктивный возраст вступили дети, которые родились в 80-х годах. Это дети так называемого брежневского бэби-бума, так иногда говорят. Хотя, ну, какое там отношение брежневу имела я уже не могу утверждать, имела ли. Но, тем не менее, при брежневе было введено пособие, которые стали мамам платить в начале 80-х годов. Это пособие составляло 50 рублей. Но тогда это было почти половина зарплаты, обычной такой типовой средней зарплаты. И многие женщины могли просто сидеть до года дома с ребенком абсолютно спокойно. То есть они получали примерно ползарплаты и занимались детьми. Буквально там год или два прошло после введения этого пособия. Его срок продлили до полутора лет. Что тоже было очень хорошо для женщин, потому что полтора года отдавать ребенка в садик как-то спокойнее, чем в год. И активно начали рожать. Ну, скажем так, активно. Потому что на всех графиках этот небольшой всплеск, он фиксируется. И вот в 80-х годах, значит, первый такой небольшой всплеск его называют Брежневским, а второй называют Горбачевским. Потому что, ну, может быть, вы не помните, но читали наверняка или слышали, да, что Горбачев вводил такой сухой закон, когда ограничивалась продажа спиртного. И это тоже сыграло на демографию. То есть люди более трезвый образ жизни вели. Ну и, соответственно, немножко больше рожали детей, да, больше внимания уделяли семье. Соответственно, дети рождались более здоровыми. И вот эти дети, которые родились в 80-е годы, они вступили в активный репродуктивный возраст в нулевых годах. И конкретно где-то после 2005 года начался такой активный репродуктивный возраст. И добавил еще немножко материнский капитал там импульса. И получилось так, что вот у нас после 2008 рождаемость пошла вверх. И на всех графиках она, в общем-то, видна. Можно зайти в интернет, посмотреть и убедиться в том, что действительно такой всплеск был. Вот. Но прошло время. Вот эти дети, которые родились в 80-х, они выросли, они женились, они родили по одному-два ребенка. Кто-то даже по три успел родить. И они сейчас уже, этим детям сейчас уже под 40, а кому-то и за 40 перевалило. Вот. И те, кто родился в 82-м, им сейчас уже 40 лет. А кто в 81-м, им уже 41 год. Они уже свои демографические планы выполнили. И они уже, скорее всего, больше рожать не будут. Ну, вот. Или будут, но очень мало. Вот. А те, которые родились в 90-х, они сейчас должны вступать в демографическую, свою вот активность репродуктивную. А их мало. В 90-х рождаемость, у нас упала очень сильно, да. Мы в такую демографическую яму провалились. И сейчас просто рожать-то некому. И еще один фактор, который сейчас тоже влияет, это то, что меняется модель вообще брачного и репродуктивного поведения. Браки заключаются позже. Соответственно, дети рождаются, начинают рождаться позже. И вот эти отодвинутые браки, отодвинутые рождения, они оставляют меньший интервал для того, чтобы успеть родить детей. Поэтому кто-то рожает одного, кто-то максимум двух, а кто-то и одного не успел вовремя. А тут уже время под 40, там за 35. Многие уже боятся в этом возрасте рожать, потому что боятся здоровья ребенка. И вот так получается, что всему свое время. А во сколько лет сейчас стремятся заключить брак люди молодые? Мониторим более-менее такую картину. В настоящее время за 25 ушло. То есть до 25 лет, как правило, молодые люди что делают? Получают образование, да. Учитывая, что сейчас образование стало двухступенчатым, они примерно в 21-22 года заканчивают бакалавриат, поступают в магистратуру. Это еще 2-3 года плюс. Ну и к 25 годам примерно они уже становятся специалисты с двумя дипломами. Они где-то в это время уже начинают думать о семье, так скажем. То есть однозначно, что у молодежи интересы поменялись. Семья отодвинулась, ну как минимум, на второй план. И так как они, если они в 24-25 уже женятся, соответственно, они начинают после 25 рожать детей. И то еще не все сразу начинают. Да, вот тоже интересный момент. Там есть еще. Заключить брак можно и в 25, а через сколько прийти к решению родить ребенка? Как это обычно? Тоже у всех по-разному. Здесь много же факторов. Во-первых, у молодых специалистов маленькая зарплата. Во-вторых, у молодых людей, как правило, не очень хорошо с жильем. Допустим, они живут с родителями или они живут на съемной квартире. Их это все стесняет. Они боятся детей рожать в таких условиях. Они хотят, думают, вот я там поработаю, денег накоплю, куплю себе квартиру и потом начну детей рожать. Или там на ипотеку подкоплю и так далее. И тоже получается, что здесь идет такая сдвижка. Ну и все остальные процессы, которые в обществе происходят, да, такие, как, например, снижение зарплаты, два года ковидной пандемии. Это тоже все накладывает на негативные такие отпечатки, на репродуктивное поведение людей. Они откладывают все, откладывают, 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 а потом раз и становится поздно. Часто ли принимают решение вообще не иметь детей, так называемые child-free? Ой, ну достаточно часто. Причем есть на самом деле люди, которые, ну как я говорю, сильно любят детей, да? Но ничего же нет однозначного в жизни. А есть люди, которые не любят детей. Ну просто не любят по каким-то причинам. Я не знаю по каким. Есть еще такой пример, тоже показательный очень. Может быть вы видели фильм «Рожденный в СССР». И там есть такая девочка, по-моему ее Катя зовут, из религиозной семьи. Очень большая семья, ее начали снимать в 7 лет. В 82-м году она родилась, в 89-м ей было 7 лет. И она даже прямо там в камере, видно, она носит на руках младших своих братишек, сестренок. Она помогает родителям. То есть эти детки младшие, они на ней. И вот ее тогда спросили, твое главное желание какое? Она сказала «играть». Ребенок сказал одно слово. Но это было сказано с такой страстью, с такой болью, что просто вот до сих пор стоит в глазах. И эта девочка, потом, когда мы отслеживаем ее в следующих сериях, она не создала семью, она не родила детей. Понимаете? Вот этот ребенок, которому досталось больше всех, скажем так, да, там, видимо, рядом были мальчики, и ей, как девочке, доставалось нянчиться. Вот так. То есть причины разные могут быть. Еще один вариант, немножко покажется, может, вам смешным. Это когда, например, молодые, там, студентки, аспирантки выходят замуж за пожилых мужчин, там, допустим, за профессоров, доцентов, которые намного их старше. Они делают выбор свой по разным причинам, да. Но пожилой мужчина, он тоже требует внимания соответственного, да. И получается, что этот мужчина, он тоже становится уже в какой-то степени, как, хотя, ну, это выглядит так смешно, да. Ну, какой он, он же как папа, скорее, в этой дочке, да. А на самом деле за ним нужно ухаживать, да. Ему нужны паровые котлетки, ему нужны теплые носочки, ему нужно это все сделать вовремя. Потому что, да, он светило, он умный человек, он там зарабатывает много денег, у него профессорская квартира. Но про детей забудь, все, вот это твой ребенок, и ты занимаешься им. Сколько детей сейчас принято иметь, и сколько детей хотят на словах иметь? Здесь тоже интересная очень ситуация. Вообще, в социологии три основных термина есть. Это идеальное число детей, это желаемое и планируемое. Вот так вот можно разграничить. Идеальное, как правило, когда любые опросы проводятся, оно выше. Спросите любого человека, что он считает идеальным для семьи. Я думаю, что, ну, мало кто скажет один, скажут два, три, да, многие скажут четыре, хорошо, чтобы вот должна семья быть такая большая, полная, да, минимум мальчик-девочка, лучше два мальчика, две девочки. Вот, есть такой еще стереотип интересный, он в поговорке выражается. Один ребенок не ребенок, два ребенка пол ребенка, а три ребенка вот это ребенок. Да, или как говорил мой знакомый, мы с ним как-то общались на вот эти темы, кто сколько хочет детей. Он сказал три, и мы его спрашиваем, а почему три? И он отвечает, что два ребенка, это как бы для себя, вот семья, да, папа, мама, да, они себя должны заместить, да, они уйдутся, за ними придут их дети, да, останутся вместо них. А третий, он сказал, а третий для государства, да, это было в 80-м году, в 1980-м году. Социально ответственный человек. Да, 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 ну, и сейчас такие люди есть, которые так думают, вот, а в результате у него, сколько, думаете, детей получилось? Один. Один, совершенно верно. И вот это я специально вам привела пример, чтобы вы поняли, что такое, значит, идеальное, что такое желаемое. Просто, ну, так, если говорить, вот, простым языком, да, желаем столько, а позволить себе можем меньше. И это во всех вопросах, во всех вопросах это тоже просматривается, да. Ну, разница где-то от 0,3 до 0,5, это как правило разница, то есть, хотели двух детей, а в среднем получилось полтора, да, по больнице, если в среднем почитать статистику. Или там даже до целого одного, то есть, хотели двух, получился один, хотели трех, получилось два. Вот так. А обусловлено это прежде всего финансовым положением? Да, нет, конечно, не всегда с финансовым положением. Ну, вот я назвала уже некоторые причины. Первая причина – это время, не успели. Вторая причина – это здоровье. Конечно, финансовый фактор очень значим. Конечно, жилищный фактор очень значим. Когда мы проводим опросы, как правило, вот эти два вопроса, они обязательно включаются во все опросники. И они занимают первые позиции. Потому что, ну, это на самом деле бесспорные вещи. Вот. В то же время, есть люди, как вот, ну, говорят, да, там, с пониженной ответственностью социальной, с повышенной ответственностью. И вот этот мужчина, который хотел третьего для государства ребенка – это повышенная социальная ответственность. А когда пониженная социальная ответственность, тогда рожают просто, ну, как бы так, не задумываясь, да. Ну, там какие-то пособия идут, ну, как бы, с голоду не помрем, и ладно, да. И свои демографические, значит, установки никак не корректируют свои планы, никак не контролируют. Вот, поэтому получается, детей сколько получается. Ну, и потом, соответственно, мы видим неблагополучную семью, социальную неблагополучную семью, в которой дети там неухоженные, да, плохо учатся и так далее. Вот. А что сегодня стало с институтом семьи? Все ли вообще в эту семью стремятся? Вообще, институт семьи, это уже признано и демографами, и социологами, он ослабевает. И это объективный процесс. А потребность в семье, она может у человека быть, она может не быть, она может быть очень сильной, доминирующей, она может быть слабой. И вот если на том этапе жизни, когда она у него была сильная, ему попался партнер такой, который ему подошел, создается семья, она может быть крепкая, да. Если попался в семью, партнер не очень, скажем, подходящий, да, но вышла замуж потому, что надо было, потому что возраст, потому что мама сказала, что выходи, да. А такие семьи получаются менее прочными, они распадаются. И глядя на вот эти все процессы, кто-то задумается, скажет, а зачем, да я не буду вообще выходить, сейчас же нужно и так пожить. И вот эта самая свобода, которая у людей есть, она, ну тоже ее не надо однозначно там ругать, что это плохо, да. Она на самом деле дает возможность проверить крепость связи, да. И когда люди об этом думают, начинают думать рано, да, они просто думают, а стоит ли, и они делают тоже свой выбор, что вот я лучше как-нибудь вот, ну не буду там, или отложу, или вообще делают себе такую установку, дают, что мне не нужен партнер, мне лучше быть свободным одному, куда хочу еду, куда хочу еду, что хочу делаю и так далее. То есть себя ни в чем не ограничивает. Такие гидронистические установки, они тоже в обществе присутствуют. Это тоже примета времени. Если брак распадается, стремится ли женщина в последующем браке завести ребенка? Не стоит тут искать связи. Если брак распался, там могут дети быть, могут дети не быть. Если ребенок женщине нужен, она его и без брака вообще заведет. Вот таких мамочек тоже становится все больше. Так называемых эмансипированных женщин, которые считают, что мужчина им не нужен, они хорошо зарабатывают, они могут себе позволить ребенка, они могут позволить няню, если нужно будет, да. И этого ребенка прекрасно вырастят. Причем их не смущает то, что там семья будет у них неполная, да, и даже может быть однополая, если так условно сказать, да, там, допустим, мама, бабушка есть, да, папы нет. И еще и дедушки нет. Если говорить про демографическую ситуацию, она связана не только с рождаемостью и смертностью, но также и с тем, что люди уезжают или наоборот приезжают в наш регион. Как с этим обстоят дела? У нас отрицательное вот это вот сальдо миграционное, оно наблюдается еще где-то с конца 90-х годов. В середине 90-х годов оно было положительным, как ни странно. Почему? Потому что к нам много приезжало людей. К нам приезжали из ближнего зарубежья, из бывших республик. К нам приезжали из восточных регионов. Ну, как бы там быстрее пустела территория, и люди приезжали к нам, кто-то задерживался, оставался здесь, кто-то транзитом уезжал дальше на запад. И вот к концу 90-х картина, это, значит, с этой миграцией постсоветской она стабилизировалась, и пошел отток уже именно из Иркутской области. Кто, в первую очередь? Молодежь. Молодежи надо учиться, да. Они ищут вузы более такие интересные, перспективные профессии и так далее. И вот этот молодежный отток, если его посмотреть в статистике, он был всегда, и он значительный достаточно. И вторая причина – на работу, да, люди едут на работу. Кто-то заканчивает вузы, уезжает на работу, кто-то просто едет. Вот здесь он какой-то статус себе наработал, да, и он чувствует, что у него уже потолок, ему некуда дальше расти. И он куда уезжает? В Москву, в Петербург, потому что там есть возможности для того, чтобы себе повысить статус, да, для того, чтобы карьеру сделать и так далее. Вы сейчас зайдете, допустим, на сайт статистики, по любой стране можно посмотреть, сколько уехало, сколько приехало, да, сколько родилось, сколько умерло. Вот в России, например, на сегодня положительный баланс. Почему? Потому что, да, там тоже в среднем смертность выше, чем рождаемость, но к нам приезжают люди. И за счет приезжающих к нам мигрантов у нас плюс, у нас положительный баланс. В Иркутской же области баланс отрицательный. То есть от нас больше уезжает, и уезжает именно коренное население. Да, конечно, к нам приезжают мигранты из ближнего, там, зарубежья в основном сейчас, но продолжают приезжать, хотя их тоже меньше стало. А отъезд этот, он никуда не делся. А к чему может привести демографический кризис? О, ну, здесь видите, как, если говорить о нас, да, у нас кризис какой? Недопроизводство населения, да. У нас действительно стоит проблема какая? Опустение территории. Она у нас хроническая в нашей области. У нас просто огромные территории есть, в северных районах в частности, где население угло в разы. Его просто нет. Там пустые территории, там деревни были, такие населенные хорошие деревни. А сейчас там никого нет. Вот, допустим, возьмем реку Лена, да, просто посмотреть на любой карте. Вы увидите на крупном масштабе, что на вот этих излучинках там есть населенные пункты. Так вот, их раньше было, они на каждой практически излучинке были. Если вы возьмете карту середины 19 века, мне недавно такую карту, значит, показали, и она нарисована теми, кто тогда жил и теми, кто осваивал эти земли. Она такая вот, ну, как это называется-то, самодельная, а не типографская. Там подписаны все деревушки, там подписаны все ручьи, все заимки. Вот. И вот если посмотреть, то на каждой излучинки это через 5-10 километров был населенный пункт. Сейчас эти населенные пункты через 50 километров примерно стоят. Ну, вот масштаб понятен, да? Евгения Викторовна, скажите, а что нужно сделать, чтобы наладить демографическую ситуацию? Ну, во-первых, нужно улучшать среду жизни людей, потому что рыба ищет, где глубже, а человек ищет, где лучше, да? Чтобы не уезжали, чтобы здесь оставались, чтобы рожали, да? Опять же, несколько цифр. Вот буквально я заглянула накануне в один такой сайт интересный, и там посмотрела, значит, ожидаемую продолжительность жизни. Людей, которые родились в 2014 году, в 2014 и в 2021. И вот думаете, те, кто родились в 2014 году в Иркутской области, какая у них продолжительность жизни? Вот в масштабах всей страны. 70, 65. По годам, да? Ну, вот 65 близко. А по ступенькам, по шкале? Где-нибудь в серединочке мы, наверное. Нет, к сожалению. Мы четвертые с конца были в 2014 году. В 2021 год мы поднялись на две позиции. И продолжительность вот эта у нас увеличилась на год. То есть там она была где-то около 66 лет, сейчас 67. То есть дети, родившиеся в 2021 году, средняя продолжительность жизни их будет всего лишь 67 лет. Это очень мало. Вот эту статистику по продолжительности жизни вы привели, наверное, к тому, чтобы люди следили за своим здоровьем. Следить за здоровьем. У нас сейчас вокруг Иркутска, да, знаете, несколько кладбищ есть. Уже все закрыты, кроме одного последнего Александровского. Оно еще работает. Потому что они переполнены. Если посчитать нам, вот просто посчитать, взять, сесть, да, цифры. У нас в третьем Иркутске, в третьем Иркутске, у нас живет Иркутян больше, чем в первом и втором вместе взятых. Уже некуда людей хоронить. И это плохо. Они должны дольше жить, эти люди. Они должны нянчить внуков. Они должны путешествовать. Понимаете, вот вышел на пенсию человек, он должен еще пожить лет 20 для себя, просто быть счастливым, да, заниматься любимым делом, понимаете. А здесь получается, какая картина. Люди выходят на пенсию, да, им еще надо за своими престарелыми родителями ухаживать. У кого-то пенсия маленькая, надо еще работать. Они не могут себе позволить просто вот уйти на пенсию и отдыхать. И это тоже. И не могут помогать, соответственно, внуков своих подращивать детям. Вот как-то все так вот. Как-то все не очень получается оптимистично. Хотя хотелось бы, конечно, оптимизма. Хотелось бы не четвертого места с конца, да. Сначала хотя бы, ну, где-нибудь хотя бы в серединке, да. Но нам есть к чему стремиться. Да, точно, есть к чему стремиться. Евгения Викторовна, спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо и вам, Екатерина, что пригласили. Было интересно. Это была программа «Навстречу». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин